В Ульяновской области активно благоустраивают и восстанавливают различные родники уже больше 10 лет. И вот совсем не дала назрела интересная идея создать их цифровую копию. И если сюда вернуться, например, уже летом, вот на таком табло будет размещен специальный QR-код, пройдя по которому можно попасть на сайт, на котором можно будет узнать много нового и интересного о любимом родничке. В наступившем году Минприрода и отделение Русского географического общества притворят в жизнь проект «Атлас родников Ульяновской области». Большую часть подготовительных работ уже провели, собрали уникальные фотографии, исторические справки. Сам «Атлас» будет представлять как цифровой носитель этой программы в сети интернет, которая будет содержать координаты родника, будет обязательно содержать состав питьевой, не питьевой родник, и также будет содержать историю родника. Подобные интернет-страницы уже есть в некоторых регионах, но в Ульяновской области хотят создать открытую платформу, где каждый сможет разместить информацию о роднике, как фотографии, так и легенды, и мифы, связанные с этим местом. Здесь же можно будет узнать о веществах, содержащихся в воде. В структурированную базу данных войдет более 600 источников. Отлично, почему нет? Очень историю хотелось бы послушать, почитать, интересно было. А вы какие-то еще родники знаете? А, нет. Пока? Да, только это знаю. Мы ездили к Ломайор, там хорошая вода. Тут не знаю, Миша. Атлас выпустят не только в цифре. К лету появятся и бумажные издания, содержащие больше научной информации, чем электронная версия. Проект пришелся по душе не только завсегдатаем родников, но и лесоводам. Последние задумали нечто подобное применить к Ульяновскому дендропарку. Мы установим для чего таблички опознавательные, скажем так, чтобы люди могли подойти к растению и сами прочитать, что это такое, откуда это растение. Если интересно, посмотреть энциклопедию или еще что-то, если они сами гуляют, например. По сути дела, работа уже началась. Ждем весны и начнем активно более работать. К развитию дендропарка планируют привлечь студентов-волонтеров. На особо охраняемые природные территории в течение года пройдут экологические десанты. Еще одним импульсом к развитию экотуризма станут пешие экскурсии по самым интересным и видным местам. Павел Патриков, Бухтияр Салтанов, репортер 73.